ТВ3 Плюс ТВ3 Плюс В социальной службе Клайпеды знали о проблемной семье, в которой биологический отец избил пятимесячного младенца, а потом выбросил его из окна. Выясняется, что мать мальчика неоднократно безуспешно просила положить своего сожителя в психиатрическую больницу. За нелегальный труд будут нещадно штрафовать не только бизнес, но и простых жителей, если они пользуются услугами, например, сантехника, которая работает без разрешений и не платит налоги. Сколько жители Литвы в этом году потратят на праздничный стол? От каких продуктов откажутся? А что будут покупать вне зависимости от цен? Оказалось, что большинство готовы тратить время на поиски акций и распродаж. В Каунасе уже поставили главную городскую елку. В этом году главным мотивом стали ангелы, а жители уже гадают, окажется ли именно эта елка самой красивой во всей Литве. Организаторы праздников обещают новые сюрпризы. Элигиус Масюлис, Раймонда Скурлянский, Севитаута Сгопщис отправятся за решетку. Такой вердикт вынес апелляционный суд, рассмотрев дело о политической коррупции МГ Болтик. Тем самым отменено решение суда первой инстанции, который оправдал всех подсудимых. Курлянский, сбывший вице-президент концерна, приговорен к шести годам тюрьмы. А Масюлис – к пяти с половиной. И хотя осужденные намерены обжаловать приговор в Верховном суде, лишение свободы им теперь не избежать. Доброе утро. Как настроение? Ничего. Решение апелляционного суда вживую пришел послушать только Раймонда Скурлянский, сбывший вице-президент концерна МГ Болтик, который позже сменил свое название на МГ-группе. Бывший лидер либералов Элигиус Масюлис и другие обвиняемые в коррупции за заседанием следят дистанционно. В апреле прошлого года окружной суд всех их оправдал, признав, что 90 тысяч евро в коробке из подводки якобы были кредитом Элигиусу Масюлису. Но сегодня все переворачивается с ног на голову. Отменить и вынести новый обвинительный приговор по данному делу в отношении Раймонда Сокурлянскиса. Суд приговорил Курлянскиса к шести годам лишения свободы, а также оштрафовал его на 19 тысяч евро. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение трех дней. Мне некуда будет идти, мне придется отбывать тюремное наказание. В данный момент я к этому не готов. Курлянскис намерен обжаловать приговор в Верховном суде, но тюрьмы ему не избежать. Нет, я свою вину как не признал, так и не признаю. Поэтому приговор будет обжалован. Суд приговорил бывшего председателя движения либералов Элигиуса Масюлиса к пяти с половиной годам лишения свободы, а также конфисковал почти четверть миллиона евро, найденных при обысках. Бывший политик не комментирует это решение на камеру, но обещает обжаловать приговор. Судьи также отправляют за решетку на четыре с половиной года Витутаса Габщиса, действующего парламентария от партии Трудан. По мнению суда, Габщис давал взятки и торговал влиянием, когда договаривался о скидках на размещение рекламы на телеканалах ЛНК, принадлежащих МГ-группе. Если говорить простым языком, это преступники. Но Раймонда Скурлянскис, Элигиус Смасюлис и Витутас Габщис – это не просто преступники, а серьезные преступники. По словам прокурора Юстаса Лаучиса, окружной суд допустил серьезные ошибки, когда оправдал подсудимых в прошлом году. Апелляционный суд эти ошибки якобы исправил. МГ-группе придется выплатить штраф в размере более 1 миллиона евро. Между тем, правящее движение либералов оштрафовано почти на 400 тысяч евро. Решение суда – плохая новость для партии. Председатель партии Труда уже заявил, что этот вердикт уменьшит шансы этой политической силы на выборах в следующем году. Ее оштрафуют на 300 тысяч евро. Для меня это полный шок. Оппозиция уже заявила, что после обвинительного приговора либералы не должны оставаться у власти. Однако в правящей партии заверили, что после скандала 2016 года провели реформу, которая якобы искоренила внутреннюю коррупцию. После полутора месяцев тишины порядка трех тысяч учителей из 200 школ страны вновь вышли на забастовку и собрались на митинг около Сейма. Глава профсоюза Андрюс Новицкас заявил, что забастовка завершится лишь тогда, когда власти начнут решать вопрос низких зарплат и тяжелых условий труда. Министр образования заверяет, что в следующем году зарплаты могли бы вырасти больше, если инфляция будет снижаться. Настроение надежды. Как говорят учителя испаневичиса, в Вирнюс они отправляются с надеждой. У стен парламента они встретятся со своими коллегами со всей Литвы. Ну а чтобы дорога была не скучной, автобус буквально раскачивается от народных песен. Спустя перерыв в полтора месяца учителя возобновляют забастовку из-за, как они сами говорят, нищенских зарплат и неподъемных условий труда. Надеемся, что наконец Сейм нас услышит, поскольку правительство нас слышать не желает. Эта наша поганая жизнь длится уже несколько лет. Учителя признаются, что их зарплата, несмотря на якобы престижную работу, чрезмерно низкие. За, по сути, ненормированный труд немногие получают на руки больше тысячи евро. В нашей гимназии эти 1400 мало кто зарабатывает, а оказывается, это якобы средняя по Литве зарплата учителей. Другие же прямо говорят, образование скатилось на дно, а зарплату учителей с другими западными странами даже не надо пытаться сравнивать. Не хочу быть каким-то пророком, но через пять лет об этом, если ничего не делать, все будут говорить громко. Ну а Министерство образования регулярно упоминает цифру в 1500 евро на руки и 118% от уровня средней по стране зарплате. Якобы именно столько на самом деле получают учителя. Педагоги обвиняют власти во лжи и утверждают, что не зарабатывают и 1200 евро. Министр, по словам учителей, их даже слушать не желает. У меня сложилось впечатление об уважаемом министре Якштасе, что он зазубрил наизусть фразы и просто их постоянно повторяет. Бастовать собирается учителя только одного из четырёх профсоюзов. Остальные с чиновниками пришли к соглашению, что с января зарплаты будут повышены на 10%, а с сентября – ещё на 10%. Бастующий профсоюз требует суммарного повышения на 30%. Уже с утра члены профсоюза строят у парламента сцену и обещают вечером устроить настоящую баню. На митинге и покажем, сколько на самом деле зарабатывают учителя. Учителя сегодня могут поклясться и поклянуться, что не зарабатывают столько, сколько декларирует министерство. Они принесут квитанции, которые передадут в парламент, где сейчас рассматривают бюджет на следующий год. Депутатам нужно с ними ознакомиться, чтобы потом голосовать по совести. Ну а министр ещё сегодня утром в эфире радио ЛРТ говорил, что в следующем году зарплаты учителей будут подниматься с привязкой к инфляции. Если ситуация будет лучше, то и поднять зарплаты можно будет больше. Правда, после обеда министерство сообщило, что министр заболел и не сможет лично прокомментировать свои слова журналистам. В свою очередь Андрюс Новицкас говорит, что у него есть план на случай, если ни министерство, ни парламент не услышат требования учителей. Байкотировать все возможные мероприятия и семинары, которые бесполезны, но на них тратятся большие средства. Есть предложение не участвовать в экзаменах и их оценках. Мы пока это только рассматриваем. В вечернем митинге у Сейма собирается участвовать порядка трёх тысяч учителей со всей Литвы. Пока врачи борются за жизнь малыша, которого в Клайпеде покалечил собственный отец, выяснилось, что специалисты уже несколько раз получали сообщение о насилии в этой семье. Было известно, что у мужчины психологические проблемы. За день до трагедии соцработники пытались навестить семью. А когда никто не открыл дверь, матери даже не позвонили. Уже на следующий день мужчина швырнул своего пятимесячного сына на пол квартиры, а затем выбросил его из окна. Пятимесячный мальчик, которого в Клайпеде избил, а затем выбросил из окна собственный отец, до сих пор находится в критическом состоянии. Жизнь младенца поддерживает лишь медицинское оборудование и препараты. По мере того, как проходит первый шок от случившегося, общественность начинает искать виновных. Кто допустил, что произошла такая трагедия? Больше всего люди возмущены работой социальных служб, которые должны были заботиться об этой семье. «Защита прав ребёнка у нас так работает. Отбирают тогда, когда ребёнок убит». «Всё плохо». «А почему?» «Да потому что никто не смотрит, никому не интересно». «Могут ли вообще такие люди жить на свободе? Сколько раз наказывали, судили. Службам следовало раньше поинтересоваться». Выяснилось, что первый сигнал о том, что мужчина жестоко обращается со своей бывшей женой, служба по правам ребёнка получила более года назад. Это портал УТВ-3 подтвердила глава учреждения Илмас Коденен. «Поступило несколько сообщений о насилии в семье, о насильственных ситуациях, словесных, конфликтных или физических между взрослыми. Информации о недосмотре детей или насилии над ними мы не получали до этого рокового случая». По словам главы службы, клайпецким специалистам было поручено регулярно присматривать за этой парой. «Сотрудники навещали эту семью. Раз в неделю социальный работник, раз в неделю специалист по индивидуальному уходу. В семье был ребёнок, поэтому такое интенсивное посещение было для неё необходимо». Директор центра признаёт, специалисты, навещавшие семью, знали, что у мужчины есть психологические проблемы. «В данном случае социальные работники видели способность справиться с некоторыми проблемами, а также заботу о семье, о ребёнке, поэтому у нас не было предположений, что могут произойти столь трагичные события». Более того, в пятницу, накануне нападения, специалисты снова пришли навестить семью. А когда двери никто не открыл, матери ребёнка даже не позвонили. Соцработники попросту ушли по другим делам. «Люди живут своей жизнью. Их может не быть дома, они могут быть в торговых центрах или заниматься другими делами за пределами дома. Поэтому мы не стали разыскивать семейство. Но, разумеется, в понедельник последовали бы другие действия, мы бы продолжили навещать эту семью». Но действия так и не успели последовать. Уже на следующий день после неудачного визита мужчина избил ребёнка, а затем выбросил его из окна. По словам главы Клайпецкой службы, когда стало очевидным, что произошло, самим работникам потребовалась помощь психолога. «Потрясено всё сообщество. Работникам предлагаются индивидуальные психологические консультации». В понедельник Министерство соцзащиты и труда вызывает всех специалистов, связанных с этой трагедией. Кроме того, власти разбираются, правильно ли ответственные службы выполняли свою работу и присматривали за семьёй. «Расследование даст ответы на все эти вопросы. Почему не последовали действия, почему не велось наблюдение с необходимой интенсивностью. Ведь очевидно, что выявление рисков по-прежнему является слабым местом в работе всех служб». Судя по всему, расследование придётся провести куда более доскональное. Мать мужчины, который покалечил ребёнка, обратилась в редакцию портала ТВ-3 и заявила, что её невестка неоднократно просила клайпецких медиков поместить её мужа в психиатрическую больницу. Но её просьбы остались без внимания. «Моя невестка несколько раз вызывала скорую помощь и полицию. Всё потому, что больше месяца мой сын был в неадекватном состоянии. Она умоляла врачей оставить его в больнице. Что он неадекватен, что она боится. И за его жизнь, и за свою жизнь, и за жизнь ребёнка. Но ей сказали, что пока что-то не произойдёт, они не могут забрать его к себе, если он этого не хочет». По словам женщины, которая беседовала с ТВ-3 ЛТ, в ту роковую субботу, когда сожительница мужчины готовила еду для ребёнка, отец швырнул малыша на пол. А когда приехала полиция, выбросил мальчика в окно. «Правительство объявляет войну нелегальному труду. Теперь компаниям, которые нанимают на работу нелегальных сотрудников, грозит штраф в размере 6% от оборота. Но наказания не обойдут стороной и частных лиц. Теперь, делая ремонт в собственном доме, необходимо проверять, есть ли у нанятого вами рабочего необходимые документы и лицензии. В противном случае вам также грозит штраф. Подробнее далее в сюжете. «Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Два человека сбежали. Остановитесь!» Ловить нелегальных работников на строительных площадках именно так зачастую выглядит рабочий день инспектора труда. Более половины нелегалов заняты именно в строительном секторе. Следующая по популярности – такие профессии, как водитель, складской работник, а также работники ресторанов и гостиниц. «60% выявляемых нелегальных работников заняты в строительстве. К сожалению, мер контроля недостаточно, а строек сейчас необычайно много». Поскольку в этом году инспекторы уже поймали полторы тысячи нелегальных работников, власти решили объявить войну незаконному труду и готовятся увеличить штрафы, которые, как утверждается, являются одними из самых низких в ЕС. На компании, которые нанимают нелегалов, будет налагаться штраф в размере до 6% от оборота, но не менее 1 миллиона евро. А за каждого нелегального работника можно будет заплатить от 3 до 11 тысяч евро. Министр соцзащиты надеется, что повышение штрафа в несколько раз снизит количество недобросовестных компаний. «Стимулы для работы в тени должны быть устранены с обеих сторон – и для работодателя, и для работника. В случае поимки нелегальный работник подлежит уголовному наказанию, как, собственно, и работодатель». Однако мнения людей разделились. Одни надеются, что повышение штрафов поможет сократить количество нелегальных работников. Другие же, напротив, в этом не уверены. «Это дисциплинирует работодатели, иначе сложно добиться результата». «Я не думаю, что штрафы сильно помогут». «Если компания нанимает нелегальных работников, то проблему нужно решать введением штрафов». В связи с уже рассматриваемым сеймом проектом увеличения штрафов Ассоциация строителей предупреждает, что не стоит надеяться на решение проблемы. Строители, получающие ценевой заработок, приспособятся, будут декларировать низкие доходы и продолжать выплачивать зарплату в конвертах. «Можно предположить, что все легальные сотрудники будут иметь прозрачный идентификационный номер, но половину их зарплаты работодатель будет выплачивать в конверте». А профсоюзы требуют еще более высоких штрафов, чтобы пресечь даже мысль о нелегальном найме работников. «Мы приветствуем этот шаг, но он недостаточно амбициозен. Например, в других странах ЕС аналогичные штрафы гораздо выше». Сейм одобрил проект повышения штрафов за нелегальную работу. Однако социал-демократ Гинтаутас Полуцка, с голосовавшей против, предупреждает, что штраф в размере 500 евро или 250 евро за первое нарушение будет налагаться не только на предприятия, но и на частных лиц. Например, если вы наняли для ремонта собственного дома рабочего, пусть даже не напрямую, а через фирму, и оказалось, что у него нет необходимых документов. «Ошибочная юридическая логика. По ней ответственность за незаконную работу несет заказчик, заключивший договор с подрядчиком или несколькими подрядчиками. Ответственность перекладывается, несмотря на то, что вы не совершали нарушения, нанимая кого-то. Но если компания, которую вы наняли, совершит нарушения, то и вы будете оштрафованы. Наказание без вины». «Это относится ко всем строительным работам. Это касается и нас с вами, если мы захотим сделать ремонт в своем доме, перекрасить стены, поменять окна. Появится дополнительная ответственность, но ее не стоит бояться. Для проверки необходимых документов работника достаточно иметь мобильный телефон». Также трудовая инспекция жалуется, что в этом году резко выросло число водителей из Средней Азии, которых в нашей стране подозрительные фирмы нанимают по фиктивным договорам и отправляют в Западную Европу для перевозки грузов. В Литве перевозчики заявляют о своей непричастности к подобным скандалам и требуют от трудовой инспекции срочно остановить поток нелегальных водителей из Средней Азии. Правительство стремится сократить количество нелегальных работ, не только угрожая работодателям введением штрафов, но и идя на уступки работникам. Власти обещают снизить размер вычетов для сотрудников, которые имеют задолженности и боятся легализоваться из-за угрозы вычета из зарплаты. А тем, кто подаст в суд на работодателей, нанявших их нелегально, обещают выплатить месячную зарплату и не аннулировать статус безработного. До Рождества осталось чуть больше месяца. Но люди уже вовсю думают о подарках и праздничных застольях. Правда, как показывают опросы, эти мысли омрачаются высокими ценами. 8 из 10 жителей Литвы планируют искать скидки при покупке продуктов для рождественского стола. На подарки же большинство опрошенных готовы потратить около 100 евро. Подробнее в сюжете. Рута из Вильнюса решила не пропускать распродажи «Черной пятницы» и уже купила несколько рождественских подарков. 53 за три набора. Я бы сказала, неплохая цена. И даже несмотря на то, что остальные подарки обойдутся гораздо дороже, настроение у Руты отличное. Около 200, наверное. Мне это будет в радость. Ну и посмотрим на погоду. Если будет снег, то настроение будет более новогодним. В магазинах, где можно потратить деньги, атмосфера уже новогодняя. Но у многих людей в голове куда более мрачные мысли. Опрос с Пинтертеремой, проведённый по заказу торговой сети «Максима», показал, что людей пугают высокие цены и геополитические угрозы. Люди планируют сэкономить много денег. 77% даже говорят, что постараются сделать это так или иначе. Высокие цены беспокоят почти треть жителей Литвы. А почти половина респондентов намерена превратить шопинг в серьёзную охоту за выгодными предложениями. Почти половина опрошенных заявили, что будут готовить праздничный стол, исходя из акций и скидок, предлагаемых магазинами. Треть заявили, что в принципе собираются покупать меньше продуктов. Наибольший процент людей, почти 40%, потратит на застолья до 100 евро. Примерно то же самое было и в прошлом году. Но теперь при более высоких ценах, естественно, уменьшится сама корзина товаров. До 200, наверное. Более экономно, потому что всё подорожало. Не будем экономить, попытаемся выжать из праздников всё, что можно. Может быть, больше, потому что всё подорожало, особенно духи и так далее. Люди намерены потратить на подарки около 100 евро и больше. Подавляющее большинство людей собираются потратить больше 120 евро, а остальные – от 90 до 120 евро. Ещё более высокие цифры приводят в банковском секторе, который провёл аналогичное исследование. Это, по мнению экономиста Юрасиц Виликиня, говорит о том, что настроения жителей Литвы не так уж и плохи. На еду уйдёт 133 евро, на подарки – не менее 200 евро. Причём планируют дарить пяти-шести людям, иногда даже десятерым, что, безусловно, признак хорошего настроения. Шесть из десяти человек постоянно ощущают чувство тревоги, но, похоже, оно стало нормой и уже не влияет на наши решения. Экономист считает, что в трудные времена люди стремятся жить сегодняшним днём, даже если это требует больших расходов. Я бы не сказала, что это много. Очень хорошо, позитивно. Самое главное – это внимание. Надо жить так, как ты можешь жить, и смотреть не на то, кто что покупает, а на то, сколько радости принесёт эта большая сумма. С Виликиня напоминает, что сэкономить можно, если подойти к составлению бюджета разумно. Не покупать слишком много продуктов, которые потом придётся выбрасывать, и не превращать мешок с подарками Деда Мороза в сувенирную лавку. Отказываться от сверхпотребления, поскольку, пытаясь оказать внимание чем-то за несколько евро, мы загрязняем планету. Эти вещи потом выбрасываются, потому что не знаешь, куда их деть. Взрослым подарки не дарим. Я живу за границей и думаю, всё это очень коммерциализировано. Думаю, это ненормально. А люди уже вовсю сметают рождественские украшения и угощения. Самые первые предвестники Рождества – это кучукой. Мы уже продали около восьми тонн, а начали продавать их всего полторы недели назад. Обычно за весь этот период мы продаём около восьмидесяти тонн кучукой. Люди очень соскучились по ним. Второй по популярности товар – адвент-календарий. Сеть супермаркетов ИКИ также подсчитала, что покупатели обычно тратят на праздничный стол от 100 до 200 евро. Пока остальные города Литвы ещё готовятся поставить ёлку к зимним праздникам, в Каунасе с зажжения в эти выходные уже ожидает хвойная красавица. Её декорации – белые перья – по задумке должны напоминать ангела, а знаки его присутствия можно будет найти по всему городу. Каунас стал первым городом Литвы, где на центральной площади стоит, правда, ещё не зажжённая, главная рождественская ёлка. В этом году её высота достигает 24 метров, а светящиеся перья на ней оставил пролетевший над городом ангел, говорят декораторы. Йоланта Шмиттиене, художник по текстилю, украшающая ёлку, говорит, что её команда трудится практически круглосуточно. Финальные штрихи – споры о композиции, украшениях и освещении. Ёлка напоминает ангела, сияет белым светом. Это аллюзия на ангела, который пролетел над городом и ёлкой. Его здесь нет, есть лишь следы, которые он оставил, взмах крыла. Если посмотреть с разных сторон, то всё это выглядит по-разному. Самым сложным было прикрепить перья к веткам, говорит художник. Чтобы сделать композицию лёгкой, чтобы она светилась, сочеталась со светом, не рвалась, не таяла, не была тяжёлой, я выбрала материал, который оказался очень трудоёмким, почти как вышивка. Прохожим нравится наблюдать за работой и постоянным обновлением украшений. Перья такие лёгкие, такие красивые. Каунас – исключительный город, и ёлка тоже. Перья красивые, сверкающие, всё время при свете, очень уютно. Это словно ангел спустившийся. Теперь будем ждать снега и Рождества. Украинцы, бежавшие от ужасов войны, вспоминают свои праздники и делают комплименты каунасской ёлке. Я очень люблю перья, я их просто обожаю. И вот смотрю на ёлки перья, вот здесь вот на входе, на арочке эти перья. Это просто замечательно. Уже в это время ёлка всегда стоит, уже украшают. Стояла до войны. Потому что мы из Харькова. И в этом году будут второй год подряд в Харькове ставить ёлку в метро, там, где безопасно. Перья украсят не только ёлку и подходы к ней. Они будут разбросаны в разных местах каунаса. Самых внимательных ждут сюрпризы. Проскрыто ангел. Над каунасом пролетел ангел и разбросал 15 перьев, поэтому мы предложим всем желающим попробовать их найти. Сыграть в эту игру можно в старом городе, а те, кто выполнит это задание, ждут сюрпризы и подарочки. В эту субботу, 25 ноября, каунас первым зажжёт рождественскую ёлку. В эту субботу, 25 ноября, каунас первым зажжёт рождественскую ёлку. Позже на Ратушной площади откроется Рождественский городок, где будут проходить концерты и встречи с Дедом Морозом. Можно будет испечь традиционную кучукой, сделать ангелов испечь вафли. Также будет множество различных познавательных занятий. Каждый сможет найти что-то себе по душе. Затраты на украшения ёлки и Ратушной площади обойдутся городу примерно в 160 тысяч евро. Такой же сумма была и в прошлом году. Вильнюс также готовится к зажжению главной праздничной ёлки 1 декабря. Уже начались работы по возведению зелёной красавицы. В отличие от прошлогодних затрат в 231 тысячу евро, в этом году затраты будут куда скромнее – менее 90 тысяч евро. Как будет выглядеть главная ёлка страны, организаторы обещают показать уже завтра. Единственный намёк – ёлка будет нежно-белого цвета и высотой 23 метра. А вокруг неё традиционно будет кипеть праздничная жизнь в рождественском городке. Ну и что ж, по традиции, в конце о погоде. Здравствуйте, Наглис. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, наши зрители. Наглис, значит, смотрите, чтобы рассказать о погоде, вы заглядываете в метеорологические карты. Да. Я, чтобы узнать о погоде, посмотрел сегодня на вас. Когда вы были на подходах к студии, вы были в зимней куртке, это говорит о том, что пришла зима. Да. Вот, кстати, о зиме и о завтрашнем дне. В действительности, в Литве сегодня был красивый день. Ну, прохладный, такой с холодком, но вот красивый. Вот, как у нас красивый. Жемаэтия. Солнечный день, много солнца и почти ясное небо. Побережье. Надвигаются облака. Это признак того, что что-то будет меняться. Давайте посмотрим, что. Вот, надвигается область низкого давления. За ней укроется, вот тут будет очень глубокий и агрессивный циклон. Этот циклон нам пригонит очень такие толстые облака. Будет много осадков и эти осадки будут очень переменчивые. И вот они вот дойдут там, даже через всю Беларусь. А мороз, меняется направление ветра и мороз отступает. Завтра он будет отступать и из запада приходит тепло и, в общем, большое тепло. Литва. Этой ночью пойдет снег, потом мокрый снег. Завтра утром этот снег переменится в дождь. И снега и дождя будет много. Потом, к тому же, будет очень ветрено. На побережье будет сильный шторм. В другой части Литвы, в остальной части Литвы просто очень сильный ветер. Так что, ночь и утро условия для транспорта будут жестокие. Температура самая низкая сейчас. А всю ночь и весь день температура будет подниматься. И завтра к вечеру будет от 4-5 градусов на востоке до 9-10 градусов на западе. Пятница. Все, эта мракобесия понемножку утихает. Но временами осадки все еще будут. Ночью будет преобладать дождь. А днем обстрел снегом. Но будет уже прояснивать и днем, и солнце проглянет. Температура ночью и днем слабо положительная. Несколько градусов тепла. Суббота. Все утихает. И местами будет небольшой снежок. Но такой очень слабый. И температура ночью 1-3 мороза примерно. А днем около нуля. И плюс-минус ноль. Где немножко ниже, где немножко выше. В общем и целом, надо быть внимательным. Завтра утром этой ночью и завтра утром условия для езды будут достаточно тяжелые. На это надо обратить внимание. Какое же емкое слово вы подобрали для описания ноябрьской погоды. Мракобесие. Да. Спасибо, наглис. Друзья, на сегодня все. Это были новости ТВ3+. Спасибо, что смотрите нас. Доброго вечера. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова